Электронная образовательная среда И ставит, чтобы никто, никакой человеческий фактор Не помешал оценке знаний студентов Тем не менее, современное наше общество И у нас, и за рубежом Оно все равно нацелено на индивидуальное общение И самая высокая эффективность педагогической работы Осуществляется тогда, когда между учеником и учителем Существует отношение доверия, а не отношение посредника И в этой среде хотелось как раз сделать ремарку к вопросу Куда деваются библиотечные специалисты И почему в библиотеке социологи и менеджеры Вот так, знаете, легкое размышление Привело к следующему круговороту Наши специалисты с библиотечным образованием Просто вытесняют менеджеров, социологов и так далее Из их общей среды Поэтому они вынуждены прийти в библиотеку А теперь про электронную образовательную среду В профессиональной подготовке специалистов Хотим мы или не хотим, но вот в интернете нашла вот такую совершенно изумевшую меня картинку Пыталась установить авторство, чтобы корректно соблюсти Но пришлось написать, что автор неизвестен Потому что по этой гиперссылке сайта вообще не существует И домен не зарегистрирован Собственно говоря, на сегодняшний момент Говорить в электронной среде в образовательном процессе Можно только в том же ракурсе В котором мы с вами говорим о том, что мы создаем определенную среду в аудитории на уроках Что мы создаем эту среду, позволяя студенту расширять свои возможности И если раньше мы говорили, что нужно ножками дойти до библиотеки То сегодня очень часто можно сказать Ну посмотри, вот такие-то сайты в ресурсах интернет Тем не менее, формула навигационная Тем не менее, подача информации очень важна в этой ситуации И на сегодняшний момент Нами выделено три составляющих этой самой электронной образовательной среды Это информационная поддержка, это ресурсы Это не просто, мягко говоря, направление студента в интернет куда-то Это конкретные ресурсы, которые отвечают тем требованиям, которые мы с вами предъявляем как преподаватели Это интерактивные информационные продукты И вот здесь совершенно изумительные всевозможные и симуляторы, и среды И всевозможные ресурсы, которые позволяют студенту провести эксперимент Но не секрет, что школы уже практически по химии не проводят экспериментов на химических веществах Они быстренько поменяли это все на эмуляторы И показать ядерную реакцию гораздо интереснее в интерактивном режиме в электронном виде Чем дать возможность студентам сделать эксперимент И электронное обеспечение административных процессов Но это тот самый момент, когда руководитель учреждения, преподаватель, родители в том числе Может просмотреть, что происходит и каким образом это происходит При этом мы с вами сталкиваемся с ситуацией, что электронную образовательную среду нельзя создать мгновенно Вот утром проснулись, решили, что мы создаем электронную образовательную среду Опаньки, и она у нас уже есть К сожалению, великому здесь любое образовательное учреждение проходит несколько этапов И эти этапы связаны и с психологической, и с технической, и с технологической точками зрения Наиболее сложно на первом этапе начинать Начинались эксперименты, рассказывали об этом очень много на различных конференциях Начиналось отдельными энтузиастами Когда еще ничего толком не было Но приходит один отдельный энтузиаст в библиотеку и начинает ее автоматизировать Но приходит один отдельный учитель в школу и начинает применять какие-то новые методы Ему достается, ему говорят о том, чего он не делает, какой он неправильный и так далее И так далее постепенно начинают присматриваться и говорить Ага, а как это делается? И таким образом у нас с вами происходит вот это внедрение Или создание электронной образовательной среды Первым этапом мы с вами выделяем, мы видим на слайде Это обеспечение беспрепятственного доступа к теоретическим материалам Это этап, который на сегодняшний день, наверное, уже пройден подавляющим большинством учебных заведений Немножко сложнее говорить с регионами Но очень часто в регионах информационная поддержка гораздо больше, чем в городе Санкт-Петербурге или в городе Москве Потому что у нас иногда быстрее ножками дойти до той же Российской национальной библиотеки Нежели, например, добежать из Владимира до Москвы Поэтому они делают большую подписку на удаленные ресурсы Очень много мы с вами сейчас видим студентов, отправляясь в библиотеку Он говорит, зачем? В интернете есть PDF-файл этого учебника Ну, дальше мы начинаем выяснять, легальный или нелегальный, как специалисты Но, тем не менее, школьник, ученик, студент на такими, ну, извините в кавычках, мелочами не задумывается Есть учебник, который ему нужен Если он есть в открытом доступе, замечательно Если его нет в открытом доступе, посмотрим на торренты И дальше вот этот вопрос формирования профессиональных навыков Он тоже, собственно говоря, входит в сферу подготовки информационных работников Поскольку мы должны не только навигировать, где это лежит Но мы должны отправлять их на те ресурсы, которые являются легальными, доступными Достоверными в определенной смысле и так далее И вот сегодня, как раз, кстати говоря, когда мы говорим об этих учебниках В марте на базе Института культуры проходила конференция, да, где как раз занимался Ставился вопрос о создании электронных учебников И там прозвучал вопрос, что большинство учебников сейчас создаются И преподавателям это удобно Создавать этот учебник как PDF-файл Типа читаем с экрана Не очень хороший вариант, как вы понимаете Потому что читать с экрана, смотреть видеолекцию полтора часа Да, тот же сайт Курсера, на который можно слегка записаться и закончить курсы Дальше возникает вопрос Сколько студентов подготовил телеканал учебных программ, который был долгое время Да, и который был на телевидении убыточным Сколько человек закончило Это очень маленькая толика тех, которые умеют самоорганизоваться Для всех остальных то, что сейчас говорит школа А давайте развлекать А давайте рассказывать так, чтобы было развлекательно Давайте А что запомнит студент, который не умеет самостоятельно работать Из того, чем его развлекали Правильно, анекдот, который рассказал преподаватель Все остальное проходит мимо Поэтому второй вопрос, с которым мы с вами пытаемся разобраться Развлекая, но и донося эту самую информацию До сознания студента Не только имею в виду студента-школьника Но имею в виду и курсы повышения квалификации И систему самообразования и так далее Потому что не секрет, что те, кто закончил учиться Говорят, господи, да я же это все закончил Чего вы меня тут новому учите? Мне и так хорошо Это повышение квалификации тоже встречается Поэтому второй этап Это среда интерактивного и проектного взаимодействия с обучаемым Подавляющее большинство мы сейчас находимся именно на этом этапе Когда мы сформируем эту самую среду Больше или меньше Она постепенно наращивается Здесь и электронные учебники в интерактивной форме Когда у нас с вами есть экранное отражение Когда у нас с вами есть переходы Когда у нас не просто видеолекция Вебинар, который записан с момента, как он проходил А вы обратите внимание Если преподаватель записывает лекцию перед камерой Он говорит совершенно по-другому, чем когда он говорит перед аудиторией Но честно, я сама педагог Я, конечно, долго не умею слушать Но я очень быстро устаю от таких формализованных лекций Которые записаны явно без аудитории И это очень чувствуется в записи Или когда идет вебинар Когда было взаимодействие с аудиторией И там даже по-другому все воспринимается Тем не менее, на этом этапе Это реализация творческих проектов Что чаще всего и делается И про это сегодня Валентина Владимировна говорила И в рамках библиофеста И в рамках традиционного учебного взаимодействия Здесь и создание совместных ресурсов Когда работает и библиотека И учебное заведение Когда работает коллектив студентов И очень важная система обратной связи Вот тот самый традиционный элемент дистанционного образования Который является инструментом И контрольные по электронной почте И взаимодействия с преподавателем С помощью скайпа Или с помощью чата И так далее, и так далее Использование социальных сетей Для обсуждения каких-то проблем И взаимодействия с преподавателем То есть про это, про все мы с вами Легко можем говорить Ну и как бы этап От которого мы с вами никуда не денемся И который, наверное, самый сложный Потому что от этого зависит И наша с вами работа И исполнение госзадания О котором сегодня много звучало Это электронное обеспечение административных процессов Здесь очень много ограничений С точки зрения законодательства Здесь и закон о защите персональных данных Здесь и четкость представления Здесь и электронные документы оборот Внутри учебного заведения И здесь очень важно Это руководитель, который готов работать С этой электронной средой Очень многие руководители готовы Чтобы среда была Но их в ней не было Поэтому вот это тоже очень важный момент Здесь вот эти самые моменты Которые самые болезненные Для преподавателей Самые болезненные для учеников Ну, один из классических примеров Электронного обеспечения образовательного процесса Это когда у нас идет, например Система видеонаблюдения Или система контроля входа-выхода в школах Очень многие старшеклассники Категорически возражают Против такого ограничения свободы Со всеми вытекающими отсюда последствиями Несколько примеров по реализации По специальности библиотека ведения Мы традиционно создаем Электронное библиографическое пособие У нас с 2009 года Появилась новая площадка для экспериментов Это специальность прикладная информатика По областям применения Область применения у нас библиотека ведения Поэтому мы готовим техников-программистов Для библиотеки И, соответственно, у них кроме эффекта программирования Большого блока математики Технических вопросов Мы им очень мощно даем И информационную составляющую Они у нас практически за год Проходят всю библиотечную специальность Которую два года проходят библиотекари Ну, понятно, что в определенном Усеченном варианте И вот здесь вот они В рамках квалификационного модуля ПМ-02 Проводят Создают тематический дайджест Если сейчас, секундочку У нас пробудет Да, вот у нас Создают тематический дайджест Как правило, это экология Как правило, это история То есть мы тематику задаем ежегодно В соответствии с теми темами Которые у нас происходят И вот, пожалуйста, у нас дайджест По улицам Ульянки Этот год у нас 70 лет 70-летие Великой Отечественной Победы в Великой Отечественной войне И, соответственно, студент изучал район Где он живет А живет он, как вы видите На очень героических улицах Как раз та часть Петербурга Ульянка Соответственно, здесь мы с вами видим И навыки работы с информационными технологиями И гиперссылочки И фактографическую информацию Потому что надо было представить Весь этот текст И все это у нас двигается И, что называется, играет Очень большое внимание мы уделяем Не только А вот, кстати говоря, они со школы приходят Говорят, какие проблемы гиперссылку сделать, да? Технологически два движения А откуда ее сделать? А как ее оформить? А как корректно это должно работать? А если гиперссылка ушла? А как вернуться обратно в ресурс? Очень многие такие вот элементы у нас не видят Ну вот, можем попробовать По гиперссылочке прыгнуть И мы попадаем на источники Здесь требование о соблюдении правил Составления библиографического описания Которое тоже тяжело идет Мы играем в игру Если написал в программе ошибку Что будет с программой? Программа не работает Если написал неправильно библиографическое описание Вас неправильно поняли Потому что другие элементы Ну, здесь вот в интернет мы, так сказать, ходить не будем Вот здесь вот полный текст у нас Который делается просто в открытом отдельном файле И вот здесь вот у нас этот текст, пожалуйста, скачен с источников, с открытых Тот самый фрагмент, который допустим Это как бы вот первая часть этого момента Далее вернемся к основной презентации Второй этап То есть это работа, которая традиционная Это работа, которая уже поставлена на поток Мы ежегодно этим занимаемся Буквально последний год мы начинаем переходить от продукта к среде И это гораздо более интересный момент Когда мы и привлекаем студентов К созданию этого самого информационного продукта Электронной образовательной среды Поскольку нужно программировать Нужно работать с разными форматами документов Соединяя их единое целое И в тот же момент времени преподаватель работает над своим курсом Над своими методическими материалами То есть здесь осуществляется комплекс И техническая реализация преподавателем И привлечение к этой работе студентов То есть мы обучаем их, как им в дальнейшем Делать для преподавателя Эту самую электронную образовательную среду То есть это идет метод погружения Ну вот картиночку я здесь покажу Одну на слайде Фрагмента этого учебника По CSS и HTML По мультимедиа технологиям Как вы видите Мы не берем большие крупные системы Хотя очень хочется освоить и Moodle И Sakai, который использует институт культуры И так далее Но для того, чтобы понять Это опять же, да, не обязательно устраивать ядерный взрыв Сначала сделаем модель Для того, чтобы понять, как это устроено И сочетать технику с контентом, с содержанием Не отдавая контент Юрайту Который хорошо нарисовал контент за Юрайтом Все остальные технические вопросы За вузом и преподавателем Не отдавая этот вопрос Мы, тем не менее, хотим как раз Научить наших техников-программистов Работать с контентом в электронной среде Если интересно, есть время Могу пригласить преподавателя Автора этого учебника Автора Оксаны Геннадьевны Чтобы показать в техническом Или в кулуарах Уже просто мы это покажем Ну, тогда я на этом и завершу Во избежание А то мы с вами не успеем На подведение итогов Спасибо за внимание Готова ответить на вопросы